Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро или какое время суток у вас сейчас. Мы записываем первое интервью, и я надеюсь, что не последнее, для телеграм-канала «Московский городской старт», где мы обсуждаем, как же построить карьеру в нашем замечательном мегаполисе, хотя бы как минимум, с педагогическим образованием. Да, оставаясь внутри системы образования, выходя за ее пределы и так далее. Наши, не побоюсь этого слова, подписчики задают нам довольно много вопросов. Я знаю, что вы читаете, и когда у нас ответы на эти вопросы, у нас самое большое количество просмотров. Вот мы этому рады. Но у нас есть ряд кейсов, ряд вопросов, на которые мы пока еще не давали ответов таких письменных. И это три кейса, которые касаются именно построения карьеры вне школы. И сейчас мы откроем такой определенный секрет, даже можно сказать, что как ответ на один из этих вопросов мы решили аж записать целое интервью. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, дорогие друзья. Да. Значит, вопрос звучал следующим образом. Где же, спрашивают нас, можно работать, если не в школе, с образованием филологическим педагогического вуза? То есть, условно говоря, филфак-педа вот ты закончил, и где тебе работать, кроме школы? Ну, так как, в общем, вопрос действительно интересный, разговаривать про него можно довольно много, интересно, и тут всякие разные грани высвечиваются этой темы, то мы решили поискать, так сказать, вокруг себя успешные примеры выпускников филологического факультета и не просто педагогического вуза, нашего московского городского педагогического университета, вот, и сегодня я рада вам представить еще раз Ивана Назарова, который когда закончил? Что и когда ты закончил, Иван? Шикарный вопрос, потому что я попал как раз на эпизод с экспериментами, я думаю, как и многие... Но это не без того. Как и многие, да, считают, что в их жизни полно-полно экспериментов, я не только считаю, но еще и попал на них. Поэтому в 2008 году я получил диплом бакалавра филологического образования. Потом в 2010-м уже магистр филологического образования и бегал по нашему прекрасному вузу перед вручением в Мантии, как там принято говорить, в Мантии в шапочке, да. Вот, а потом в 2013 году здесь же в МГПУ защитил кандидатскую диссертацию, и в соответствии с этим являюсь кандидатом филологических наук по специализации русской литературы 1001-01. Это очень важные цифры, они всегда мне пригождаются в жизни. А мы, между прочим, к этому вернемся, потому что один из самых сакраментальных вопросов, который волнует все времена и народы, таки все-таки защищаться или нет для, так сказать... Смотря от кого и от чего. Смотря от кого и от чего, да. Но про это мы поговорим чуть позже. Давай разберемся сейчас все-таки с тем, как у тебя все получилось, как там устроилось, как... Вот я тут, пока ты быстро говорил даты, я так прикинула, что получилось 14 лет назад ты закончила университет. Это смотря какую стадию брать, какую стадию заболевания филфаком, да. В магистратуру, видимо, да. Ну да. Вот, 14 лет прошло. Так, и сейчас ты работаешь кем? Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам. Я еще посчитал, ну, для гуманитария это не свойственно, да, но посчитал, что 20 лет назад я поступил сюда. В МГПУ, да, так что еще одна круглая дата, без подарков мы не уйдем. Вот, а, собственно, должность моя звучит следующим образом. Это заместитель директора Государственного музея Булгакова по музейной деятельности и развитию. Так что вот такого крокодила нужно уместить в трудовой книжке, и у меня это получилось не только на уровне такой фиксации, но еще и по роду и призванию службы. Вот такое дело. Так, отлично. То есть давай, как это, зафиксируем. Раз уж будут карьерные кейсы, разбираем, понимаешь? Поэтому, значит, вот в 10-м году распрощались, ну, не распрощались, нет, ну, что ты, как мы можем распрощаться с нашим замечательным заведением учебным? Никак. Вот, но, в общем, получили диплом, и 14 лет прошло, и ты, значит, вот заместитель директора, ну, как бы довольно крупного, известного товарища. Нехорошая квартира. Все были? Так вот. Вот, человек там работает в нехорошей квартире, каждый день ходит. Сочувствуем с таким. Вот это вот на четвертый этаж через расписной подъезд. Да, ну, нормальным. Как там, в здоровом теле, здоровый дух. Да-да-да. Расскажи, как ты дошел до этой жизни, ну, то есть, все интересно, каким было первое место работы, когда начал работать, значит, что дальше было, как-то в том анекдоте, знаешь, как обгонял, как подрезал. Да-да-да, в начале было слово, да. Так, ну, тут вопрос, связанный с официальной статистикой трудовой книжкой или с неофициальной. Если с неофициальной, то... Большая разница? Это интересно? Нет, в моем случае это такой подход дворник, классической дворняги, потому что я связан... Нет, сейчас как бы это заувалировать. Я был связан с деятельностью одной окружной газеты, районной. Давайте, ладно, мы с... Отлегло, я хотела сказать, что мы в рамках уголовного кодекса... Нет, здесь все в порядке, все в порядке. Вот. Да, я был связан с одной районной газетой, туда что-то пытался, как филологи со стажем говорят, что-то туда пытался пописывать. Вот. И под чужим именем, не под своим, это публиковали. Вот, да. Так что такие моменты потом... Это окружная газета, то есть такая вот... Это районная. Районная, которая в почту ящики раскладывается, да? Вот такой типа, я получаю, район Филевский парк там. Я уже не имею к этому отношения, тем более к Филевскому точно не имел. Ну, может, куда-то кто-то переправлял, перепродавали их, не знаю. Вот. О новостях писал. Вот. Района. Ну, это мелочи жизни, да. Курьеры, всякого рода подработку. Но за деньги уже, да? Ну, хоть не за большие, но за деньги. Мы сейчас процитируем известную песню, да. Да, за деньги. Вот. А затем, если официально берем... Трудовую книжку, то 2008 год стал роковым в моей жизни, потому что я, во-первых, устроился на работу в МГПУ. Начнем с этого, потому что... Преподавателем? Нет. Лаборантом кафедры русского языка и общего языкознания. Вот. В тот момент ею руководил Евгений Флорентович Киров. И, собственно, там я был лаборантом. То есть ты совмещал магистратуру и деятельность как лаборант? Все так? По годам так получилось? Все так, да. И там, единственная, конечно, ирония в том, что в магистратуре направление было по литературо-ведению, а лаборантом я был на кафедре по языкознанию, что немножко взаимоисключающие параграфы. Но это помогало в большей части. А можно для тех, кто в танке? А почему это ирония? И почему это взаимоисключающие вещи? Ну, потому что в моем случае логично было бы быть лаборантом на кафедре русской литературы или что-то в этом духе. Но получилось так, как получилось. И, наверное, это даже лучше. Наверное, потому что комплексный подход, он обычно помогает. Вот. Это первый момент. И параллельно, да, с 2008 года, опять же, благодаря МГПУ, потому что здесь и сейчас, и в тот момент работала и работает Елена Юрьевна Колышева. Вот. Она была связана с деятельностью, как Булгаковед, связана была с деятельностью Государственного музея Булгакова. И она вот, да, пригласила попробовать свои силы в этот прекрасный музей, назовем так. И мои силы начали пробоваться по ставке младшего научного сотрудника. Вот, собственно, так я попал в нехорошую квартиру. И затем был... И понеслось. Да, затем диагноз распространялся, заболевание усиливалось. И вот теперь... То есть, подожди, еще будущим магистрантом ты попал уже в музей, вот, ну, с подачи преподавателя, да? То есть так это произошло. Коллеги, дружите с вашими преподавателями, учитесь хорошо, будьте на хорошем счету, понимаете? Они вас в нехорошую квартиру, а потом посмотрим. Ну, я, конечно, уточню, что Елена Юрьевна у меня не преподавала. Мы были, скорее, связаны по филологическому факультету, тогдашнему существовавшему, вот. Вот, и мы были связаны по той причине, что Елена Юрьевна была заместителем декана по воспитательной работе, а я был, сейчас прозвучит ярко, бессменным председателем студсовета. Поэтому мы работали в связке, как танго и кэш, назовем так. Можем, да, можем этот ряд продолжать из известных дуэтов, вот, как Минин и Пожарский. Что не как Бонни и Клайд? Нет, как Бонни и Клайд мы бы не смогли, мы уголовный кодекс чтим, вот. Правда, танго и кэш, по-моему, не чтили, но это первое, что пришло в голову, я думаю. Ага, да, вот, я же тут сижу, понимаете, зачем? Я тут сижу за тем, чтобы факторы вычленять. Кто здесь, понимаете, психолог-исследователь? Я здесь психолог-исследователь, поэтому, поэтому... Общественная работа, видите, председатель студсовета, а преподаватели, значит, по воспитательной работе, вот, как бы, активности надо проявлять всякие, тоже, между прочим, фактор. Ну, как потом оказывается. Да, разумеется. Ну, да. Так, и что, получается, прям дальше такая классика, то есть, условно говоря, вот попал младшим научным сотрудникам, и прям вот это вот последовательно-последовательно до замдиректора? Да, постепенно, потому что потом было... Сколько лет, получается? В этом году 16. Нет, в смысле, до какого звания вообще? Ну, вот от... До замдиректора или... Ну, да, от младшего сотрудника до замдиректора. От младшего научного до, ну, 15 лет, можно сказать, 15 лет, да, потому что сначала был, ну, после младшего научный, потом старший, потом, я, можно сказать, обожаю эти бюрократические формулировки, потом заведующий научно-исследовательским отделом, потом заведующий научно-методическим, прям вот... Это известная тема, да? Ну, и вот, соответственно... Ну, там есть своя... Конечно. ...своя иерархия. И, значит, вот, получается, что 15 лет. Замечательно. А... Ну, мне кажется, что ты работал где-то еще, ты где-то преподавал, нет? Мне надо говорил, давай вот про это поговори, где там что параллельно происходило. Ну, вот в 13-м году я, когда защитил кандидатскую, так получилось, что я покинул кафедру языкознания, и через там несколько лет я стал преподавать в МИТРА, в Московском институте телерадиовещания Останкина. Я, как гуманитарий, преподавал там, значит, культурологию. Был связан с преподаванием истории русской литературы, истории зарубежной литературы. А туда как попал? Ну, если об этом... Ну, то есть, ну, в смысле, как-то с улицей, или кто-то порекомендовал, вот как бы механизм. Или если это неприлично, то не говори. Я пооцениваю степень приличности, потому что в тот момент там преподавала моя первая супруга, которая тоже мне, можно сказать, подарила МГПУ, за что я всячески благодарен. И да, значит, таким образом по знакомству, назовем это так. Люди в народе называют это немножко по-другому, но поскольку это официальный брак, то, значит, да, формулировка строгая и конкретная. Ну, вы подождите, я имею минуточку. Примерно здесь брак. Если ее подарила МГПУ, значит, вы познакомились здесь. То есть однокурсница. Ну, как... Ну, однокурсница, но в разных группах. Ну, одна что-нибудь там, одногруппница, ну, как... Одна что-нибудь там, назовем так. Одна факультетница. Да. Вот. А это, понимаете, что такое? Нетворкинг. Вот. Тоже фактор. Можно и так назвать. Вот, да. Брак не брак, это, знаете, там уже следующая история. Да. Плохое дело нетворкингом не назовут, назовем так, да. Вот, а поэтому там преподавательская деятельность длилась до примерно 17-го года. Как бы подреволюционным это не звучало. А потом у Митра, да, да, потом у Митра возникли сложности с лицензией. Вот. Как это бывает после 17-го года. Да. Ну, там отдельная история, отдельная песня. Вы можете почитать при желании историю Митра. Вот. И, соответственно, через несколько лет, как и тоже часть коллег по кафедре гуманитарных наук, которая там существовала, я получил приглашение в Московский международный университет, где тоже проработал, ну, порядка пяти лет, даже, наверное, побольше. Тоже на кафедре гуманитарных наук, доцентом. И, соответственно, это здесь в большей степени был сделан акцент на историю англоязычной литературы. То есть английская, литература США, культурология, история искусства. Ну, то есть в этой области. Вот. Поскольку направление по преподаванию русской литературы было укомплектовано на 150% из 100 возможных. Вот. Поэтому такое дело. Поняла. А преподавание оставил, бросил, надоело, перестало по времени получаться, материально неинтересно? Я, слушай, где только не преподавала. Не надоело ни в коем случае, потому что обожаю эту деятельность и потрясающий студент, и вообще, как многие преподаватели, я думаю, с этим согласятся. А преподавание очень сильно омолаживает. Вот. И морально, и физически убивает, да, все цело, полностью, да. Но при этом общение с более молодым поколением, оно все-таки положительно сказывается. Вот. Чувство юмора развивает очень серьезное. И внутреннюю самоиронию тем более. Вот. А если говорить про окончание некоего преподавательского периода, или, я не знаю, его временное, скорее, окончание, потому что... То есть приостановка. Приостановка, да. Закончить с преподаванием невозможно. Это же такая роль, не в смысле всех учить жизни, а в смысле навыки, которые вы получаете при преподавательской деятельности, то они остаются на очень долгий момент. Ничего бывшего не бывает. Вот. Поэтому по времени, да, этот фактор, потому что совмещать должность заместителя директора в музее Булгакова с преподаванием... Ну, если бы мы жили... С чем бы то ни было, я так думаю. Не только с преподаванием, но впринь. Ну, может, и списать, что-то еще получится параллельно. А так вряд ли что-то еще можно... Некоторое время у меня была отговорка, присказка, что если бы мы жили на другой планете, где там 48 часов в сутках, то, наверное, я бы успевал преподавать. Сейчас я понимаю, что нет. Потому что даже в этом случае количество работы зашкаливающее, работа это приятно, и браться за нее одно удовольствие. Поэтому это такой некий наркотический эффект. Про это можно совершенно смело говорить. Такие легальные наркотики. Вот. Работа с огоньком. Ну, вот мы и логично подошли к нашему второму, так сказать, блоку вопросов. Расскажи, пожалуйста, про свою работу сейчас. Ну, потому что я абсолютно уверена в том, что большинство вообще себе не представляют, ну, что значит работать заместителем директора музея. Вот что ты там делаешь каждый день в музее в этом? Хорошо. Прихожу и работаю. Сижу, сижу. Да, у некоторых, к сожалению, есть такой стереотип, и он, кстати, касается в том числе преподавательской деятельности. Слава богу, сейчас его изжили, как мне кажется. То же самое касается музеев. Вот что делать музей? Что такое музей вообще? Причем, вне зависимости, художественный музей, литературный музей, музей, где естество знания в центре внимания. Вне зависимости от этого, это там что такое? Вот там сидит какой-то немолодой персонаж на стуле, смотрит, кто бы там не дышал на шедевр, висит картина, под ней стоит витрина, естественно, из стекла, прям такое, чтобы оно трещало, наклеенные кривые этикетки и какой-то текст. Ну, кривые, бывают ровные. Не-не, я имею в виду такой стереотипы. И вот что делают в музее? Ну да. А то, что современный музей... Да-да-да, именно так. А то, что современный музей в корне отличается от вот таких стереотипических квадратиков, прямоугольничков, и вот это не дышите на шедевр, на это приходится часто проговаривать. Хотя вроде сегодня тенденция поменялась. Давай поговорим об этом. Потому что если к вопросу о нашем предмете вот сегодняшнего разговора, я не думаю, что многие молодые люди задумываются, когда говорят, я хочу, типа, там, что-то добиться в жизни и построить карьеру. Мне почему-то не кажется, что много людей себе там вот где-то в середине, ну, не в конце, ладно, в середине, в расцвете пути, уменьят музей. Ну, как бы вообще как место работы. Во многом благодаря тем стереотипам, о которых ты говоришь, потому что, конечно, ну, мы же ориентируемся на свой посетительский опыт, да, то есть условно говоря, ну, вот прихожу я там подростком в музей, ну, что я там помню, я там помню вот все, что ты описал приблизительно. Ну, так, в основном. И еще хуже, потому что, может быть, еще могли мне что-то там по рукам дать наорать, ну, бахилы. А еще ты же приходишь не сама, тебя же табуном пригоняют от школы. Табуном пригоняют. Правильно, по разнарядке. И ты совершенно не воспринимаешь информацию, потому что тебя вынуждают ее получать. А человек, который рассказывает об этом, он тоже видит не в первый раз такие табуны. Я понимаю, что на камеру это звучит пафосно, но действительно так все все понимают. А человек, который рассказывает или проводит экскурсию, он тоже понимает, что все скучают. И он вынужден, и дети вынуждены, и все вынуждены. А когда все через вот такое вынуждение, ни к чему хорошему это не приводит. Ситуация, да, принуждение и такого формального отбывания номера. Имеет место быть? Конечно, но есть положительный фактор в том плане, что когда мы говорим про Булгакова, то он скорее чрезвычайно популярен. И поэтому, если человек даже ничего не читал из творчества Михаила Фанасьевича, или даже ничего, хотя я не люблю это сравнение, ничего не смотрел, то есть полностью не погружен в контекст восприятия творчества писателя или его интерпретации в кинокартинах, в театре или в чем-то еще, он все равно погружен на уровне связи с фольклором. Я имею в виду то, что Булгаков в том или ином виде все равно присутствует на уровне цитат, на уровне менталитета, на уровне каких-то высказываний, словечек и вот дальнейшего его присутствия. Ну да, кстати, мне кажется, человек даже, молодой человек может не знать или юный, что это вообще Булгаков, но как бы какую-то цитату, там уж про квартирные вопросы москвичей, хотя бы навязывающую. Тем более, что, да, москвичи там не звучат в этой фразе, но... Да, мы как-то говорили об этом, у меня открыл глаза, что там нет никаких москвичей. Товарищи не москвичей испортил квартирный вопрос, понимаете, а вообще всех людей. Для человечества, да. Всех людей. Ну, мы уже тоже обсуждали с тобой в этот момент, что такой, как там, закон-то его кто-то так назвал или теория, да, когда во всеобщее заблуждение, оно присутствует и затем проникает тоже в часть фольклора, и огромное количество населения кажется, что фраза была такая, она была совершенно другая. Ну, запомнили такой. Это норма. А потому что это, видишь, слияние двух стереотипов, что москвичей, ну, понятно, не любят по определенным, не скажешь им, не заслуженно, но все равно по определенным, значит, там, мотивам другим, да. А тут вот еще и, значит, про квартирный вопрос, и все слилось, и какая прелесть. Это надо еще мне к истории открыть и понять, что где человек, там обычно беда. Ну, это я так, условно, но все же, поэтому... Вот, точно. Момент специфический. Вот, по поводу вопроса, что я делаю на работе. Да, что ты делаешь на работе? Он классный, потому что... Давай, подожди, давай сначала начнем. Ты туда во сколько приходишь? Это нормированный график у тебя? Или что? Официально он нормированный, то есть официально рабочий день у меня с 10.30 до... Ну, это ничего, слушайте, это не 6 утра. До 19 с учетом какого-то там часа официально на обед, но по той ситуации, которая на самом деле, все мы с вами люди, все понимаем, что есть там, вот мы же не сидим там с... Да, секундомером или что-то в этом духе, и нас никто не заставляет так делать. А нюанс какой? Поскольку я связан и с вопросом руководства, скажем так, руководящего характера работы музея, и в том числе продолжаю быть человеком, который активно занимается изучением Булгакова, прорабатывает те или иные мероприятия с научной позицией, я в том числе езжу по архивам, то есть это никуда из моей жизни не делось, и это должно быть. Потому что если утратить научную хватку и научный склад ума, то тогда это приведет к катастрофе. В моем случае. Получается совмещать? Для меня это больной вопрос. Это очень сложно, но если есть желание, то все возможно. Вот, поэтому, несмотря на то, что график нормированный, многое выходит за его рамки, и, конечно, многие скажут, ну, это такая болезнь, неумение там распределить все по времени. Я очень люблю такие красивые высказывания, но жизнь, она как складывается, так и складывается, и просчитать все совершенно невозможно. Просчитать, что вы себе ногу сломаете, пока будете идти от одной точки до другой, тоже невозможно, но кто-то, наверное, это вносит в план графика. Вот, а на мне находятся, скажем так, два основных направления работы музея. Это научная работа и это выставочная работа. То есть все, что касается научных мероприятий музея, и это лекции, и это конференции, и это, скажем так, научное сопровождение того или иного ряда мероприятий, будь то вышеупомянутый, или, например, подготовка выставок. Или что-то... Простите мне, пожалуйста, вот скажи, когда ты говоришь научная работа, ты имеешь в виду, все-таки музей в основном занимается таким научным просветительством, ну, то есть, например, там организуют конференции, там, ну, вот что-то такое. Или у вас, в первом, какая-то исследовательская история есть? Ну, там, я не знаю, что-то новое про Булгакова вдруг, если можно еще что-то новое открыть? Конечно, и то, и то, и то. Потому что мы занимаемся и просветительской деятельностью, и поскольку у нас есть фонды, а музей без фондов государства не может существовать, у вас есть фонды, и вы должны заниматься не только их описанием. Ну, то есть какая книжка... Фонды — это не в смысле фонды, где деньги лежат, а фонды в смысле, где эти самые книжки, рукописи, прочие артефакты, да? Да, назовем их так целиком, потому что материалы очень широкого формата, и это могут быть книги, фотографии, документы, различные материалы, копии, разумеется, если мы говорим про фотографии, допустим, и многое-многое-многое другое, поэтому с этими предметами нужно работать, нужно уметь их научно описывать, вводить их в научный оборот, исследовать, и на их материале иногда можно делать публикации, можно делать выставки, впервые их выставлять, публиковать и прочее. Так что здесь оба аспекта, и просветительский, и исследовательский, но он и то, и другое вполне актуальны, поэтому как-то так. Плюс публикационная деятельность, очень важно понимать, что музей должен заниматься подготовкой тех или иных публикаций, и расширять тем самым поле, связанное с Булгаковым, доносить определенный набор соображений относительно его биографии, относительно его творчества. Так что, если отвечать на вопрос, что там еще что-то есть неисследованное, ну, как в соответствии с великими двумя афоризмами, как только вы издали полное собрание сочинений, оно уже не полное, автоматически. Ну и второе, чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Поэтому лакун в биографии Булгакова огромное множество, исследовать их все, на мой субъективный взгляд, невозможно. В голову Булгакова влезть тем более не получится. Да и даже если бы мы знали, то о чем думал Михаил Булгаков совершая те или иные поступки, тоже докопаться до какой-то истины, до какой-то правды документальной будет очень сложно. А так архивы постоянно пополняются, к нам постоянно приходят какие-то новые артефакты, связанные с Булгаковым, будь то фотографии, будь то автографы, или предметы, связанные с его кругом, с его близкими людьми, фотографии в том числе. Так что вот, работа кипит, срок идет. Я поняла. Так, ну это, вы здесь еще говорили про содержательную часть. А еще есть административная, которая занимает чертову тучу времени, правильно? Конечно. Куда же без этого? То есть это здание, это всякие помещения, это всякий клининг, с которым надо разобрать. Заместитель директора этим? Вот всем занимается? Смотря какое направление я работаю заместителем директора, мне повезло. Потому что, ну да, на первый взгляд, это кажется, наверное, так, а на самом деле это очень большая работа, потому что корпус, связанный с кадрами, бухгалтерией, хозяйственной частью музеи, это все огромная бездна, с которой нужно уметь работать. И благо, что это на мне не висит, это висит на еще одном заместителе. И мы вдвоем с ней прорабатываем эти два направления. Поэтому здесь, наверное, очень сильно повезло. Мне я имею в виду, наверное. Вот. А если говорить про какие-то структурные деления, то есть соответствующие отделы, есть научно-методический отдел, есть экспозиционно-выставочный, у нас есть научно-просветительский центр и многое другое, что позволяет те или иные решения притворять в жизнь САПЧа. Ну и, конечно... Я хотела сказать, что, как это, зафиксировать, что, видите, современный музей — это не вот просто только тот зальчик, которого вот вы приходите и видите, или там три зальчика, например. Ну или там, может быть, это галерея залов, как, я не знаю, в Государственном историческом музее, наибольшего эти разного размера и масштаба. Но, тем не менее, это прям целая история разветвленная с отделами. Ну то есть это прямо вот такая самодельшняя организация, где очень много всего происходит. Такая, да, и исследовательская, и административная история. Да, это так. И с учетом... И образовательные проекты, как мы знаем. Да, и это вообще отдельное удовольствие, если уж переходить как раз к этой теме. поскольку есть те направления работы, которые я курирую непосредственно, это одна часть, а есть то, что для души, что называется. То есть, да, это возможность заниматься развитием музея. И развитие, как известно, бывает внутреннее, бывает развитие внешнее, то есть контакты с внешними организациями, и то, что позволяет улучшить работу музея. И эта работа направлена не только на какие-то просто дружеские проекты совместные, а в том числе на возможность изменить восприятие музея в обществе. И вот как раз не случилось бы ничего, если бы в должности, да, заместителя директора, я бы не стал рассматривать проблему как раз, как музей воспринимает школьная аудитория, какие есть интересные проекты. И вот проект «Культура думать», да, за что вам огромное спасибо. Да. Про это мы рассказываем на другом нашем канале «Культура думать», подписывайтесь. Рекламная пауза, да. Да-да-да, рекламная пауза. Слушайте, давай зафиксируем прямо коротко, что самое классное сейчас в твоей работе, вот для тебя, для тебя. Ну, то есть, вот, что прям дает энергию, ты прям за этим прям идешь на работу, ну, в смысле, вот, и не уходишь оттуда. Хороший вопрос, потому что, когда ты задумываешься, вот, отчего ты ловишь вот такое, какое-то новое ощущение удовольствия, какого-то, просто очень много слов зарубежного характера, которыми это можно описать, а надо сконцентрироваться на отечестве в такие моменты. Удовольствие от работы я получаю, когда ее много, и когда это не рутина, а когда у тебя каждый день возникает, вот, как черт с табакерки, возникает что-то новое и неожиданное. Ты сидишь, а тебя совершенно внезапно приглашают сделать выставку в Норильске. Вот так, например. И ты понимаешь, что это... Отдельное удовольствие. Что да, то есть, о тебе узнали, о том, что ваш музей популярен, о том, что ваша работа заметна, и тебя внезапно приглашают сделать там выставку, или какую-нибудь безумную публикацию с авторствой, с кем-то написать, или мы хотим у вас снимать кино, или еще что-то в этом духе. Вот этот запрос извне, то есть, это такая некоторая форма диалога с бездной. То есть, ты никогда не знаешь, что оттуда вылезет из вот такой абстракции, а счастливый билет лотерейный, он вот практически каждый второй, если так можно сформулировать эту идею, можно браться, ну, будучи в моем, скажем так, в моем положении, можно браться за практически любое предложение такого характера. То есть... То есть, смотри, у тебя довольно большая, если я правильно слышу, ну, такая, как это, масштаб маневра, да, то есть, ты можешь там развернуть так, можешь вот так, то есть, у тебя, ну, понятно, что у тебя есть обязанности, которые регламентированы жестко, то есть, ты не можешь взять и закрыть музей, и уехать, как бы, У меня есть госзадание. У тебя есть? Да, да, да. Ужас какой. У всех этих заданий, да. Вот. Поэтому так я не могу сделать, но я могу, то, что не входит в государственное задание, я могу на это повлиять, и таким образом есть некое такое, вот, некое такое пространство, где можно, благодаря сотрудничеству какому-то внешнему, или благодаря какому-то проекту, в котором предлагают участвовать, извлечь не то, чтобы слово выгоду, но извлечь определенные плюсы для музея и сделать его популярнее. Сделать возможности, да, то есть, превратить эти, как бы, такие вроде нейтральные факторы в какие-то возможности, и это зависит, ну, например, там, от тебя, и это здорово, да, то есть, от этого ты получаешь какой-то заряд. Я понимаю очень хорошо, это, мне тоже очень нравятся моменты, когда вроде ничего не было, а то ты такой пришел, и все стало, и все завертелось, да, 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 да. Какой-то импульс, ты создаешь, делаешь вектор направления определенный, и после этого, после этого, да, что-то меняется, и вот когда ты видишь не только результат, а процесс, хотя результат тоже очень важен, безусловно, ты понимаешь, что ты, вот, это твое, ты это сделал, и результат бывает разный при этом, потому что просчитать все факторы невозможно. А если мы, вот так, навскидку, да, вот, если в процентном соотношении, вот, сто процентов работы, да, вот сколько процентов доля, ты считаешь, что ты как бы можешь влиять, и как-то свободно действовать, в зависимости от собственного, там, замысла, а сколько, ну, вынедоположь, хочешь, не хочешь? Это смотри какой проект, смотри какой проект. Я скажу 50 на 50, потому что, 50 на 50, это круто, это очень, это время много. Потому что здесь как сложится. На определенном моменте жизни я стал совершенно легко относиться к происходящим событиям вообще, в сущности, вне зависимости от того, что по сути происходит. Может быть, кто-то будет называть это там выгоранием, или что-то в этом духе, скорее просто уже эмоциональный накал не тот, и вы гораздо спокойнее воспринимаете информацию, которая поступает. Поэтому могу сказать, что мне проще реагировать, если что-то не получается, если где-то мы что-то не сумеем согласовать, где-то с кем-то, или кто-то с нами. Всегда, повторюсь, есть некий вот пул, госзадание, мы должны за него отчитываться. Это основа, это база. А есть те проекты, в которых мы можем себе позволить участие, и слово можем позволить, оно очень важное, потому что это не из-под палки, мы сами принимаем решение, участвуем мы или нет. Ну да, то есть тоже где-то на старте ты все равно это решение принимаешь, и тут дойдешь. Ну а дальше уже там какая-то понятная история с обязательствами. Поняла. Так, а самое ужасное в работе? Ух ты! Это классный вопрос. Ненавижу. Да нет, здесь просто вопрос заключается в том, что на каком уровне его рассматривать. Если какие-то межличностные, то все это рабочие моменты, и все люди разные, и у всех свои взгляды, и человек абсолютно хаотический, на мой взгляд, система ценностей, которая меняет их с легкостью, вне зависимости от настроения, времени года, способности высыпаться и прочее. То есть все это очень сильно меняет восприятие человека, и поэтому попасть на хорошее настроение или попасть на плохое настроение коллеги, это вот вполне рядовое явление. Неприятно, когда чувствуешь, что проект созданный, проект реализованный, можно было докрутить. И вот дальше начинается попытка договориться с совестью. Сам не докрутил, кто-то из коллег мог сработать лучше, или те, собственно, с кем проект создавали, то есть сторона напротив или коллеги из внешней организации. Вот этот момент, когда видно, что хорошо, но можно было лучше, он иногда может вызывать какую-то, ну скажем так, степень уныния. Вот, поэтому неприятное, если бы меня спросили 10 лет назад, я бы сказал, вот этот человек, или там вот этот человек просто вызывает ужасное впечатление, ну как так можно? А сейчас гораздо проще уже, потому что, повторюсь, когда вы находитесь 15 лет на одном месте службы и с некоторыми коллегами вместе, причем параллельно, то есть это такой некий семейный характер отношений. Да, семейный характер отношений... Притерлись. Да, и он не носит плюсы и минусы, то есть этого можно очень много извлекать, когда вы людей понимаете, ну не знаю, как футбольная команда выходит на поле, вот спиной чувствуете игру коллеги, это плюс. Но подобный род семейные отношения тоже есть и минус, потому что, когда людям вы пытаетесь популярно объяснить, что правильно, а что неправильно, они тоже могут популярно объяснить в ответ. И тут уже совершенно другой рычаг воздействия. Поэтому тема бесконечно интересная и бесконечно сложная, и, наверное, тема тоже интересная. Ну да. Я отговорился как мог. Я поняла уже. А если вернуться немножко назад, вот как бы там в детство, ну потому что карьерные все эти дела, ну там профессиональное самоопределение, ну иногда так бывает, что оно раньше начинается, чем вот даже вуз там или что-то такое. Ну давай начнем с выбора вуза. Почему филологический факультет педагогического университета? Случайно? Абсолютно. Я так и думала. Абсолютная случайность. Мои родители хотели, чтобы я был следователем. И во многом, да, во многом эта работа продолжилась. Чуть позже я поясню эту метафу. А он стал исследователем. Да. И есть один интересный архив. Да, чего греха таить. Значит, можно совершенно спокойно разговаривать на такие вещи. Тем более у нас свободная страна. Вот. Мои родители хотели, чтобы я был следователем при Федеральной службе безопасности. Поэтому теперь, когда я приезжаю по делу работы, по долгу службы, что называется... А они сами где-нибудь там работают, нет? Или это просто у них такое было представление? Вероятно, в том и дело. Вот. В их представлении это очень легко. Реальность показалась совершенно обратную сторону, да. И с этой реальностью столкнулся я в упор. Поэтому выбирал дальнейший путь сам. Назовем так. Поэтому сегодня, когда я приезжаю по работе знакомиться с материалами Центрального архива Федеральной службы безопасности, я испытываю искрометнейшее удовольствие, потому что вот эти два пути сошлись в каком-то смысле. И вы действительно ловите от этого отдельное удовольствие. Вот. А что касается выбора, я подавал документы в 2004 году в несколько вузов. И вообще, по иронии судьбы, когда я приехал сюда в МГПУ первый раз, здесь была такая всесоюзная стройка, потому что был переезд из одного корпуса в другой. И, соответственно, были не то, чтобы строить на леса, были проходы деревянные выложены. Ну, то есть, чувствовалось, что тут прям муравейник. Я прождал примерно часов шесть в коридоре, где был кабинет с приемной комиссией. Ну, то, что сейчас. Да, да, да. Некоторые коллеги меня, наверное, помнят, потому что сейчас до сих пор работают в МГПУ. Передаю им огромный привет. Вот, да, и там то ли еще это день рождения праздновалось, то ли еще что-то в этом духе. Да, в итоге, да, прождал шесть часов, и одна дама вышла и сказала, что сегодня приемная комиссия работать больше не будет. По ее виду было понятно, почему. Я вышел, да, на ступеньки, плюнул на порог и сказал, ноги мои здесь больше не будет. Как видите, да, через некоторое количество месяцев выяснилось, что я, да, я зачислен. Вот, поэтому в этом смысле слова такая ирония, абсолютная случайность, как и многое в жизни. Повторюсь, случайное совпадение, и я ему ужасно благодарен. я до сих пор могу честно, искренне и не поддул на пистолет сказать, что МГПУ это, честно, лучшие годы моей жизни, и примерно, не знаю, там, 90% моих самых близких людей связаны именно с этой инстанцией, и это касается как друзей, так и, ну, я имею в виду одногодок, плюс-минус, так и преподавательского состава, которому низкий поклон за тот вклад, который они сделали, и те бесконечно интересные занятия, которые здесь происходили, и тот опыт, который я отсюда извлек. Поэтому как-то так. А вот вообще педагогическое образование. У нас много спрашивают наши замечательные подписчики, вот педагогическое образование как бы хорошо это или плохо? Ну, в том смысле, что да, особенно хорошо этим задаться. У меня тоже педагогическое, у меня, правда, не МГПУ, а МПГУ и там давненько. Ну, неважно, в общем, короче говоря, тоже педагогическое образование, психологический факультет. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, есть ли какие-то прямо вот преимущества именно у педагогического образования? Я спрашиваю про недостатки, конечно. Вообще есть, вообще про филфак есть отдельная тема, конечно, про филологическое образование. Значит, есть такой, я не знаю, стереотип ли это, правда ли это, я как бы не филолог, цеху не принадлежу, не знаю, прокомментирую, что вот как бы есть все-таки классические филфаки, и это ого-го, эгигей, а есть такие, значит, педагогические филфаки, которые вот эта турба пониже дымбожиже, ну и как бы не очень-то они все там филологи, а скорее вот это вот учителя и так далее. А учитель русской языка литературы, это же какой он филолог, так? Конечно. Это следующий вопрос о стереотипе. А стереотипы есть о любых профессиях, о любых статусах, и, наверное, здесь масса примеров в истории литературы, и сразу, да, сразу к литературе начинаем, и масса примеров в повседневной жизни, и корнями это уходит в относительное прошлое очень-очень глубоко. Игра в чистоту филологии, в чистоту знаний филологии, на мой субъективный взгляд, это очень забавная дисциплина. Часть преподавателей, которые были у вашего покорного услуги в МГПУ, параллельно преподавали, а перед этим заканчивали МГУ. Ну и как один футбольный тренер любит говорить, ну и... Ну, то есть нам преподавали, ну, не все безусловно преподаватели, но часть из них закончили МГУ, там же преподавали, и параллельно преподавали нам. Вопрос тогда получения знаний. А если мы говорим о классификациях, то мне кажется, что любой случай всегда индивидуален. Если человек получил филологическое образование в педагогическом вузе, но при этом карпеет над книгами, ежедневно постигает глубину гуманитарной мысли, это я, правда, откашелался, это не кавычки, извините, вот, то, наверное, он добьется чего-то в том направлении, куда смотрит и куда идет. И обратнейший пример, если ни черта не делать, но иметь при этом диплом ведущего вуза, какого-либо, купленный, к примеру, или полученный за какие-то определенные якобы заслуги, ну, все, опять же, индивидуально. Или человек получил диплом, потом закончил аспирантуру, защитил кандидатскую и полностью охладил к науке, впервые в жизни с ней соприкоснувшись. Такие примеры тоже есть. Такие тоже есть, согласна. И научный мир дисциплины очень сложный. Это вообще отдельная школа жизни, поэтому здесь как сложится, так и сложится, опять же. Ну, а теория, что кто-то пришел из какого-то вуза, на мой взгляд, это преимущество. Это огромное преимущество, когда вас недооценивают, когда есть стереотип, который о вас говорит как-то... Классная мысль, слушай. Конечно. Классно быть андердогом. Это потрясающе. Я поэтому в самом начале сказал, что быть дворней, это вообще отдельное удовольствие. Поэтому я знаю не только МГПУ, а все дворы, которые тут рядом, собственно. Поэтому, да, в этом есть определенный плюс. Ну да, такой эффект низкой базы. Ну как будто бы. Ну то есть не то, которая на самом деле не низкая, но как бы тебя вроде ничего особенного не ждут, понимаешь. А вот тут, да. Это интересная мысль, правда. А скажи, пожалуйста, если ты говоришь, что все индивидуально, то есть все зависит от человека, ну и вот и хорошо. И вот чтобы сейчас, вот у нас сейчас какой год на дворе? 24-й. Страшно подумать. 21-й век, 2024-й год. Какие компетенции, какие знания, какие там способности, умения с твоей точки зрения критично важны? На что как бы обращать внимание? Ну, чтобы вот добиться чего-то в гуманитарной сфере Ноныча. Широкий вопрос. Он связан с педагогической, с предыдущим вопросом? Я не знаю. Ну как бы просто мы выяснили, что какой вуз не очень важно, да? Ну то есть как бы, то есть, ну понятно, что какой-нибудь хороший желательно, но в принципе как бы все индивидуально. Тогда я спрашиваю, а как бы что индивидуально? То есть, ну как бы вот я, допустим, там сейчас учусь на каком-то там, не знаю, четвертом, пятом курсе чего-нибудь. Вот. Или еще школьник, может быть, я еще там старшеклассник. Ну смотрю вперед. Или студент. Или уже я все закончил, и вот смотрю, куда мне, значит, работать пойти. Что мне в себе качать? Какую мышцу? Гуманитарную. В этом смысле слова вопрос. Понял. Любовь к исследованию. Вот на мой взгляд, если... Ну, многое приходит через повтор действия, многое приходит через тренировку. Я понимаю, что мы сейчас можем цитировать там известных любителей восточных единоборств, что хорошо знать один прием и тысячу раз каждый день его отрабатывать, чем тысячу приемов, но тяп-ляп. Это все, конечно, очень красиво. Это другая история. Знаешь, мне кажется, это не про сейчас. Сейчас, если мы говорим про современность, гуманитарное знание очень широкое в плане формата и содержания, и особенно оно зависит, безусловно, от современных интернет-технологий. Нейросети сейчас вообще, мне кажется, очень сильно повлияют на большую часть профессии, в том числе гуманитарный склад. Поэтому здесь развивать компетенции связано, прежде всего, знать предмет. Это очень, наверное, широкий такой критерий и широкий термин. Но быть профессионалом в своей сфере очень важно, и не только по верхушкам иметь сведения. Харды, товарищи. Харды. Вот, видите, что говорят нам. Я так вообще-то обычно за софты топлю, но в целом я абсолютно согласна, потому что, как бы, действительно нужно реально разбираться в предмете. Ничего ты там не сделаешь, даже с очень прокачанными софтами. Это первое. Второе, очень важно иметь... Продолжаем, да, лаверды, значит. Второе, очень важно иметь подвижность и гибкость. Я имею в виду не только в физическом отношении, это понятно, физкультуру делать по утрам и вечерам. А вопрос связан с тем, что сегодня гуманитарное знание очень хорошо работает на стыке, на уровне компартивистики. То есть гуманитарная дисциплина, вы ее применяете в какой-либо другой сфере. Я поэтому, собственно, про нейросети и сказал, вроде бы это техническая, даже не вроде бы, а точно техническая составляющая. Но какое количество можно нового сочинить благодаря вот этому комбинационному подходу? Это действительно одно удовольствие. И я думаю, что нынешние поколения молодых гуманитариев, они к этому будут очень сильно проявлять интерес, уже проявляют. И я имею в виду не только вопрос касаемо подделки, какого-то голоса, создания там дипфейка или прочее, а именно, ну, на самом деле, через игру, через игру тоже очень много педагогического происходит в нашей жизни. Поэтому посмотрим, как это будет дальше развиваться. Самому интересно. То есть фиксируем, да, наше дело тут это, фиксировать и обобщать. Во-первых, свой предмет знать, а во-вторых, смотреть по сторонам. Ну, то есть, если компаративистика, если проекты на стыке, если междисциплинарные, даже не компаративистика, а междисциплинарные какие-то истории, скорее так, да, вот, то, значит, смотреть по сторонам, сопряженные какие-то сопредельные дисциплины и понимать, что где происходит. И тогда уже, сохранив любовь к исследованию и способность удивляться. О, это, на самом деле, огромная, огромная роскошь, которую себе нужно, можно и нужно уметь позволять. Потому что без этого, ну, я не люблю, опять же, термин выгорания или что-то в этом духе, но без этого действительно иногда скучновато. А тут целый простор для веселья. Как-то так. А если мы поговорим, чуть-чуть попробуем, да, чуть-чуть пофорсайтить, вот как бы перспективы гуманитарного знания, да, что вот любят говорить про профессии будущего. Я не могу сказать, что я очень как бы люблю этот весь залог. Он, мне кажется, популистским немножечко таким, знаете, попытки, как это, управлять толпой за счет сформирования ожиданий. Ну, то есть, условно говоря, да, вот типа мы сейчас всем расскажем, что будет популярно это, да, и как бы все пойдут, куда нам надо. Вот. Ну, может быть, есть какие-то соображения? Вот что, какие профессии в гуманитарном, блоки могут вдруг появиться, или, может, набирают обороты, может, ты какие-то тренды видишь, которые извне не видны? Торговлю впечатлениями. Как бы это ни звучало в духе Герберта Уэллса или что-нибудь в этом направлении, дело в том, что и здесь тоже мы говорим как раз о междисциплинарке. Вопрос связан с тем, что, понятно, что и театр, и кино, и многие другие области искусства, простите, я все на музейную. И ночью кому-то. Перетягиваю. Это все дарит нам впечатление, дарит нам эмоции, безусловно, но есть способ вызвать эмоции другим характером, то есть чтобы человек прожил какую-то определенную роль, оказался вовлечен в какое-то событие, которое действительно могло перевернуть его восприятие действительности, ну или хотя бы на какое-то время из нее выключило. И на мой субъективный, просто по опыту коммуникации с вот, как там, принязать, event manager или что-то в этом духе, очень сильный запрос на подобного рода мероприятия сейчас и подобного рода проекты, которые вписаны и в выставки, вписаны в какие-то другие исследовательские явления. Вот, собственно, возвращаемся опять. Рекламная пауза, да. Собственно, почему мне так сильно понравился вот именно ваш проект «Культура думать»? Потому что школьная аудитория не просто приходит по вынужденному, скажем, положению школьника в музей и начинает там читать этикетки по слогам и озвучивать, значит, экспликацию в коридоре. Это очень интересно содержать на такой музей. Нам не нужен, как хоккей. В общем, все такое. Классно, когда аудитория оказывается на территории музея и начинает создавать свою среду. Это первое. А второе замечательно, когда эта школьная аудитория создает это для таких же, как они. То есть они на какое-то время превращаются в музейщиков. Для них это такая некая ролевая составляющая. Проба такая. Да. И вот этот момент, а он в себя объединяет очень многое на уровне психологии, на уровне абстрактного такого исследовательского проекта. В том числе они же что-то познают, что-то за счет этого получают для себя не только на уровне впечатлений, а еще и знания. И начинают учиться делиться этими знаниями, вызывать эти впечатления у своих современников. Вот этот момент мне показался просто шикарнейшим. И он не только показался, а он и есть. Он нагляден, поэтому, опять же, самые только искренние пожелания дальнейшего развития. Да, мы там уже смотрим дальше. Ну, вот возвращаясь к нашему предмету, мне кажется, что оперирование контекстами. Вот гуманитарная сфера, гуманитарная база дает возможность оперировать контекстами культурными, разными. Ну вот, например, допустим, даже если мы приведем в пример то, что мы сейчас делали в нехорошей квартире. Товарищи, мы делали бот, телеграм-бот со школьниками. Мы его назвали рефлексивно-навигационный бот. Можно, как это, приходить в канал, в нехорошую квартиру и смотреть, что за бот. Ну вот, ну в общем, дело не в этом. Дело в том, что когда мы делали, пока мы делали бот, мы поняли, что, ну вот есть пространство, ну сколько-то комнат, да, она заполнена каким-то количеством артефактов. Но есть слои контекстные, которые надо разметить тоже. И которые через вопросы, через какую-то систему там активности, упражнений или заложенных в бот там точек, ты можешь сопрячь. То есть у тебя, допустим, там от этого появилось боте четыре персонажа. Они не просто так, да. Они каждый маркируют свой контекст. Допустим, там творческо-булакова, московские коммуналки, революция и социальные перемены 20-х годов и там литературная жизнь в целом, как бы, которая кипела и которая являлась средой. Вот ты как бы понимаешь, вот тебе гуманитарное твое, какое-никакое там, да, имеющееся образование и база дает возможность маркировать контексты. Дальше ты как бы их персонализируешь персонажей. Дальше ты понимаешь, как бы, уже там всякие истории с нарративом, как должен вообще строиться. Я помню, мы сидели там командой, когда проектировали. Я говорю, ну вот классика нарратива там, да, то есть должна быть какая-то часть там входная, да, потом какое-то испытание, потом эти герои должны измениться, и ты должен выйти другим. То есть как бы из этой, ну там, из этой квартиры почему возникло это подползание в ваш макет, как в некоторый андеграунд такой, да. Вот, там старт, выползание в уже другой контекст. Ну, как бы вот эта вот история. Это работает, да. Да-да-да. И вот эти все вещи, ну, понимание, да, и возможность вот этим всем оперированием, мне кажется, что это дает гуманитарная составляющая, но при этом нужно еще смотреть в разные другие как бы сопредельные штуки, да, потому что если ты только про это будешь читать, то проекта не сделаешь. Конечно. Получается, так? Поэтому, ну, как и говорили ранее, важно, когда гуманитарная составляющая сочетается с чем-то извне. Извне по отношению как раз к этой гуманитарной составляющей. Да, поэтому вот это сочетание, оно привносит определенную гармонию, назовем так. То есть подход не только, хотя, мне кажется, это тоже стереотип, что гуманитарное – это нечто такое абстрактное, непонятное, вот это вот без какой-то конкретики. Ну, не знаю, изучение реализма, значит, как художественного направления, все-таки гуманитарная сфера, ну, вот, да, там есть определенные, определенные проекты. Да нет, ну, у нас есть же такой стереотип тоже про гуманитарий, это тот, кто не знает таблицу умножения. Ну, как бы, нет, это не так. Это как бы совсем не так. Это сильно, сильно больше и вообще не связано с твоим знанием или незнанием таблицы умножения. Он не знает сильно больше, да, еще дальше. Дадим какой-то совет, пожелание, волшебный пиндель. А тем, кто либо учится на филфаке педагогического, либо уже вот заканчивает, или, может, вот первый год закончил? Угу. Ну, тут советов-то на каждом курсе можно этих советов надавать, и даже тем, кто не поступил на филфак, можем какую-то рубрику открыть. Тем, кто не поступил на филфак, наши советы вам. На мой субъективный взгляд, очень важно развивать наблюдательность. Я понимаю, что это сейчас на уровне «Расскажите, каким должен быть филолог», но наблюдательность, то, что как раз позволяет регулярно тренировать мозги, равно как и изучение иностранных языков, тоже очень полезно, на мой взгляд. Вы действительно... То есть английский все-таки учите? Да, мне кажется, вне зависимости от того, английский или это немецкий, или испанский, любой язык, который вы изучаете, помимо основного своего, родного, как принято в научном смысле слова это называть, это возможность расширить не только деятельность головного мозга, но и в целом расширить память, скажем так, память свою, и получить от этого определенные плюсы. Уже с прошествием какого-то количества лет, если, так скажем, смотреть на свой жизненный путь, мне в какой-то момент стало понятно, что даже те дисциплины, которые я изучал в своей жизни, которые мне казались совершенно ненужными, вообще никогда в жизни не пригодятся. И тем более в моей профессиональной деятельности там... — Следователи. — Да, и следователи что-то духи никогда такое не пригодится вообще в жизни. Это как раз и те дисциплины, как ни странно, которые затем очень органично спустя время переплетаются с гуманитарным знанием. Поэтому обращайте внимание на то, что мне кажется интересным в том числе, и пробуйте, комбинируйте подходить с разных сторон. Вот это как раз будет показывать живость ума, это как раз даст какую-то... Может быть, опять же, а может и нет. Вот, но тем не менее отрицательный результат уже до результата, как принято это называть. Поэтому пробуйте, пробуйте, еще раз пробуйте. — Вот так, товарищи, резюмируем. Знать предмет, смотреть в сопредельные области, да, и внимательно изучать, что там есть. Любовь к исследованию в себе, пестовать. Живость, сума, наблюдательность. Учить иностранные языки, неважно какие. Хотя важно. Вот. Да, а также еще быть активным с точки зрения всяких там общественных проектов и себя всячески проявлять и пользоваться нетворкингом. Совет Ивана Назарова. У нас сегодня все. — Все для вас. — Да. Большое спасибо за внимание всем, кто был с нами. Надеюсь, что это интервью не последнее на нашем канале. До свидания. — Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok